Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мы не предотвратили, что в рамках мира мы можем в Европу, в США, в Россию, в существо, есть партнер, с которым мы прорабатывали отравки, мы посчитали, мы помнили, что там, допустим, там, как есть в Бразилии, например, в Сан-Паулу, там цена отставки в расширочном уровне, а средний чек выше на 9-30%. Это очень важно. Вот, по продукту, то есть, как это, что мы производим, вообще, почему у нас нет, почему электробайки, потому что дало внимание, мототехника в Индонезии, это 11 миллиардов ежегодный ремонтаж долларов, это рынок мототехники, это не просто 11 миллиардов, а это монопродукт, то есть, из такого уровня нет лидии вообще. Но, чтобы вы понимали, в Индонезии 22 миллиарда долг, ну, в Индонезии, рынок мототехники 17 миллиардов, рынок мототехники 17 миллиардов, но если вы обратили внимание, то все, кто приблигается на байпы, то есть, здесь всего модели 10, которые, по слову, покупаются массово, то есть, там, Супер, Макс, ну, то есть, есть ряд моделей, но не много, то есть, ну, почему, потому что есть ряд причин. То есть, первая причина, то, что основной фактор от входа в рынок, то есть, контролируется тремя демонтальными, для того, чтобы зайти в байпе, нужно получить вообще, ну, то есть, лишь очень акцентированно, и у тебя должен быть такой, очень большой, крутой партнер, который работает в уровне инвестерства, и может тебе помочь созидеться именно с самимом. Вот, то есть, ну, мы два года тут пронактались, открывали двери лопа лопу, накрами, стеной, печами, то есть, все проще. Не получалось ничего, сейчас, собственно, вроде, то есть, привет, вон, или, короче, все окей. Вот, мы, в Максвеле, будем, вот, полноценный запуск делал, то есть, основная, там, какая история перед продажа. Ну, несмотря на всю ситуацию, вот эта электробайка, ну, и те электробайки, которые вы видели, это, в основном, это была юридическая, юрид комьюнция, чтобы было понимание, например, у них максимальная скорость была, ну, в интернете есть электробайки, у них максимальная скорость 60 км, а запас кода до 50 км. Ну, типа, это вообще, ну, смешно, ну, или, например, там, японским мопедом, он снимает на другие модели. Вот, у нас запас кода вот этой машины 200 км. Максимальная скорость до 195 км, в зависимости от комплектации. Ну, в этой конкретной скорости, максимальная скорость, он может ее сделать до 195 км. Типа, я уже сильнее, чем фонда Сибир-250РФ, как говорили, здесь считается самым топом, а Леонид Рабайк, ну, в конце концов, на жизненном устройстве. АПЛОДИСМЕНТЫ Смотрите, проверили, еще веки, чуть-чуть, на сумму назад, веки рынков 3 миллиарда долларов в интернете, топовой компании, самые топовые компании в мире, в полигоне в мире, они вообще просто делают все веки, я, кажется говоря, очень приятно удивился, что, ну, Я не знал, на самом деле. Я сейчас начал организовываться в интернете и понял, что я нахожусь в стране, где самые топовые бренды находятся, которые в мире делают самые лучшие планы со спортсменами, с чемпионами мира, шабавелом Райду и основной фактором. Почему? Потому что велосипеды, по-моему, все, они идут ищут. То есть есть колесо, оно из спицы, есть гидрана, он из трех вариантов исполняется. Стали, алюминия, типа такого, то есть три гидрана. И есть система передач. Дизайном никто не берет. Я, кстати, с ней это дизайн. То есть это так качество и цена. И я пишу уже, что, ну, в принципе, и в целом, по традициям нравятся велосипеды, нравятся, ну, в свою очередь, велосипособные. И вот этот проект, который по велосипеду, он, что есть, можно сказать, устойкость. Можно открывать. У Polygon, например, у 500 магазинов, у United около 600 магазинов. Смотрите, это, ну, это хороший уровень, чтобы снижаться. Вот, по цифрам, по циклам, то есть у нас, ну, у большинства, так как это, основная концепция, это максимальное количество. То есть они делают, как, 200-300 процессов товара. У меня концепция другая. То есть основная концепция, это делать товар, который продается массово. Ну, то есть для того, чтобы, то есть прежде, чем вы вывезли товар на рынок, я тестил больше нищие позиции разных конкурентов товара по великам и по морям. И по факту, у меня было товара, который продается по телефону, который продается массово. Вот, ну, на выходе, почему мы на эти позиции, потому что они продаются массово, продаются матчи. То есть он вверх, у меня вообще было в первое время, когда я был первым лучшим позиции, у меня было всего две позиции. У меня был белый велосипед и был чёрный велосипед. Всё. То есть я продавал, ну, я тревогу западал больше тысячи позиции. Только на это чёрный и блажный велосипед. И я остановился, я считаю вообще, что в бане бизнеса, когда у тебя есть, ну, вообще, правила проекта будет везде. То есть если у тебя вообще другой товар, то есть товар, не больше, короче. То есть если у тебя есть, там, 100 позиций, в лучших случаях, ну, типа, пускай 5 позиций, ну, это лучшие случаи. А реально удовольствоваться массово и другие позиции. Так вот, я это очень хорошо себя чувствовал, я чувствую уже 17 лет. То есть 18 лет занимаюсь товаркой, ну, если 17, наверное, это раньше, ну, если брать билинский фон, ещё. Потому что я, наверное, с 12 лет в школе привык, брать билинский фоны. И, в принципе, я понял, что есть высокая история в товаре, что одна позиция, она делает ее в целом лучшем. Вот, и я не нацелился, то есть, там, в ближайшее время. Вот, я вам рассказываю, просто, в любом бизнесе себя, да, это применить в другом форме, в другом бизнесе, да, в общем, типа. Видите, это в любом бизнесе. Эта система работает в любом товаре бизнеса, вообще. То есть в любом товаре бизнесе берешь, перед вами ваша система, она будет работать. А в садях его 0.3 можно получать в любом товаре бизнеса. Эта модель под доставкой еды, мы сейчас, там, перед рейсом, в концептах, на Дубае, на предыдущей байках таких. И вот эта модель, у нее основная статистика, в чем? Ну, у нее это маскода, тут, вот, на одной батареи лучше не понимать, что это электровайка, почему они, вот, почему они электровайки не берегите? Ну, первый момент скорость, второй момент – это маскода, третий момент – скорость зарядки. То есть, в основном, скорость максимальная до любых километров, это до 60 километров. А если брать за маскоды, тоже лучше, лучше, до 100 километров, но это типа, ну, X-Miles Price. Скорость зарядки – 6 тысяч часов. По этой модели, конкретно, будет, что я тороплю? В этой модели, на одной батарейке запас хода 130 километров, две батарейки, запас хода 260 километров. То есть мы сейчас в этой модели будем пойти в прибыль продажи, именно с самого запас хода. АПЛОДИСМЕНТЫ У меня цена для конечного потребителя 1400 долларов и наоборот батарей, запаса входа 130 км и максимальная скорость 820 км. И в скорой зарядке у меня 2,5 часа, но у них 6,8 часов и я 2,5 часа. Ну, мы практически не сделаем в ситуации Украины, но мы сделаем это. Ну, у нас уже есть закон, как говорится, 40 минут, и задаем держать его батарею. То есть, и... Ну, это будет просто... Андрей. Здравствуйте. Здравствуйте. То есть, глобально концепция очень расстраивалась. Это есть рынок. На рынке есть топ-модели. То есть, это маленький спутер. Сейчас я дальше покажу, что есть модели. Там первая часть. Короче, вторая часть я представила. В общем, в рынке есть в мотоциклах всего 3 основные позиции. То есть, это маленький спутер. Это маленький спутер. Это мотоцикл спутер. Это мотоцикл спутер. Ну, типа, и всё. Это весь рынок. И моя концепция — это постоянное, ежегодное обновление позиций. То есть, в основном, есть эта модель. И в 2020 году у него просто будет обновление. То есть, будет новый софт. Будет новая статификация. Новая деятельности. И она будет в другом наше родительство. Ну, то есть, постоянное улучшение. Просто не улучшилось. То есть, у себя не было. То есть, я изначально, когда еще приходите к своему бренду, кто работал, он со всеми, кто был в дороге, просто перепровал. Чужие товары. И потому, что мы самому производители волшебны. Ну, с качеством. Ну, просто беда вообще максимальная. То есть, не было память, я еще не делаю. И, ну, пришлось заниматься производством. Ну, конкретно, почему у меня в этом своем нишу велосипеда электробайка. Короче, самая популярная ниша была «Навито Вуз» велосипеды. И, в принципе, из-за этого я пошел в эту нишу. Фактически, ну, реально, я не был в городе. В городе. Просто, скажите, себя классировать, кто был в городе, чем у нас, и кого классировать в России. Есть кто? Есть кто? Арксрог. 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 Велосипед. Велосипед. Я не знаю, кто он. Кто еще знает? Кто-то, кто-то не знает. Да? Кто-то такой, ну, типа непонятно вообще. В чемпион мира с 2000 года или такого? Нет. Я думаю, они были, ну, не жемкие, короче, много. Отлично, просто. В fourth. Он как-то был там, а никто его не знает вообще раз. И попался в чемпион мира, попался в Георгиеве, где он всех потянулись. Что он прибыл, я не знаю, я знаю. Кто это, короче, спасибо за то, что вот, типа. Есть элентокара. Кто? Кто элентокара – элентокара? Элент Маска. Кто, да? Элент Маска, знаете? Здесь, в Китае, просто не меньше, а вот здесь на анализах, на опустах. Интонезия. Почему это инстонезия? Потому что инстонезия максимально способствует развитию электропранцитов. Сейчас способны желать, составлять, что у них в соседней дороге, в том, где уже был микрорандум 2016-м, и они сейчас занимаются соседней дорогой. А продукты нет. То есть никто не знает. То есть, типа, с Китая обращаются технологии, и они не улучшаются. Потому что в Китае другая инструктура, в Китае. В Китае, типа, весь Китай на электропайке. Вы знаете, вы знаете всё. Большинство дорогов, пять последних лет запретили полностью бензиновые байки, и только электропайк можно. В Китае, электропайк. И с машинами тоже по дням можно ездить на бензиновых машинах, и, типа, два... Эта электропайка семья уже. Ну, где самые сжигающие, там, зеленые, синие и черные-хорошие. Ну, такая история. Вот. То есть, ну, такая же ситуация. Здесь тоже вся Китая, но не физременно. Снова пытаются конкурировать, но они будут видны такой церкви, Типа, что парень с максимальной скоростью 6 километров, 250 километров, конкурировать, типа, с N-Max, у которого скорость тут бастерами, ну, в той же самой серии, в этой ситуации. И они, с одной стороны, понимают, с другой стороны, типа, они не понимают, как это сделать, ну, реализовать проект сам. Вот, угол, точнее, я не знаю, что основа, поверьте мне, короче, это, ну, название, не знаю, крючка особая, модуль 1, модуль 2. Это тоже модуль 2. Это хорошо. Рамы, получается, 15-я, 17-я, 19-я и колеса, подсчеты, 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 подсчеты. Это электро-голосы. Это электро-голосы. Ну, это электро-голосы. Сейчас я подберусь на землю, покажу электро-потоцикл. Тоже электро-по-назеку, электро-потоцикл. Байк, выставку игры. Это пайк, ну, очень слабо, на G20. В полиции протежи, этот пайк у нас будет ехать, на самом единственном моменте, он будет в кончике грузовера, и в общем, нет, куда еще идут. Макс и Суэр – это между X-максом и D-максом. Это не N-макс. Это X-макс и D-макс. То есть это больше X-максом, но меньше D-максом. То есть это больше X-максом, но и D-максом. Но любые цены не крутые – это, по-прежнему, цифры. То есть он будет мощнее, чем X-макс, но по цене меньше X-максом. Вот. Вот тоже цвет такой. G. Вот. Оставки еды. В общем, оставки еды. Потому что вообще сейчас очень большой тренд идет эта тема. Дубай – это одна из самых, наверное, интересных направлений, в которых сейчас компании очень быстро зарабатывают, и это очень большая тема. Но это история. Вот. У нас полправа. То есть, ну, по-русски еды. Мы с точки зрения национальные характеристики, там, качества. То есть, ну, у нас, конечно, с iPhone. Ну, у нас есть правило, как анжелиноженые деревни. Ну, если, например, у них есть аналогия, то есть многое, да, по-русски еды, по-русски. То есть, в самом деле, сейчас, ну, для Дубайских. Для Дубайских моделиться, для Дубайских бургеров. Вот. Ниже, ну, если брать по аналогии, то 20% – она нежелинная. Плюс, если сравнивать, там, полу топливу, то сейчас вообще электробайки, в основном, вверху хорошая. Еще раз, извините, там, беда вообще. То есть, там, в Европе вообще оставляет. То есть, у них, ну, иногда нету бетина. Вот. И плюс мощность и возможность электробайков, чтобы вы понимали, сейчас тест, ну, кто знает, он видел презентацию, не знаю, тестовый. Да. Выпустил тестовый проект. Самый быстрый электробайк в мире. Ну, типа, он его презентовал. Он покупает все штуки. Это же он видит. Он его, видите, сейчас нет. Ну, нельзя. Фактически. Ну, если нам кого-то переплатить. Но смысл в том, что мощность электробайка сейчас… Нинственное производство. Самый быстрый нам байк – это электрический байк. У него максимальная скорость… Сколько? Скажите, сколько? Какую-то цифру. Сколько максимальная скорость в электробайке? Сколько? 500. 500, окей. Кто еще? 350. 350, окей. Кто еще? 102. Окей. Он самый быстрый, хороший. Ну, типа, он, среди всех байк – самый быстрый. Но он единственный момент. Он… Лимитом нефишен. Ну, типа, массового доступа для этого нет. Но он самый быстрый. Тринар и Эль. Да. Короче. 610 километров. Ну, типа, так интересно, как учителя Синсуку – это, ну, это, типа, самый быстрый электробай. У меня, по-другому, было бы, когда желание сделать самый быстрый электробай. Но я как-то стал выделить, потому что, ну, типа, я не сделал упро. Ну, типа, 610 километров – это, ну, просто встал, въехал к стену и разбился. Ну, ну, и все. То есть, такая история. Вот. По… Трендеру. Можете увидеть в Google информацию и посмотреть. Это уже предыдущий тату. в Google была информация, что основные бренды, были в Мэк-аудине СС, они отказываются от двигательского внутреннего сгорания. В Мэк-аудине приходят на реперационную работу в 2021 году. Сейчас все в 2019 году. И, ну, типа, ну, наверное, это какой-то, ну, скорее всего, самолучик для большинства. Ну, и то, что можно, наверное, купить, не сможет, наверное, купить, если вдруг есть новую физическую возможность. Вот. Это, ну, вот, типа, в Дубае наши. Вот. Что у нас по плану? В плану у нас сборщик расходства. На самом деле сейчас в Китае находится, потому что в Китае – это самое сложное. Ну, что не говорить, но это секретно собирается всех в Китае. Мы им правы статистику в Украине. Мы им правы вообще новым. Мы есть статистиками в Мады и в Украине. Но, по факту, 98% производителей собираются в Китае. Мы брали статистику с таможенными. Кто еще продает, как заводит. То есть есть комплектующие, по-моему, с темой, какие-то много число лучше, чем китайцы. Вот эти китайцы… То есть мы пытались перетянуть себе производство, ну, типа, китайское, и такой же сам научить людей работать. Ну, типа, это очень сложно. Потому что у них, ну, типа, там есть такое выражение… Как это? Кожан Гетьман, короче. Ну, типа, каждый хочет там много чем управлять. А в Китае, ну, человек может выполнять одну функцию, одну задачу. То есть он может заниматься там просто поклейкой наклеек и делать это охеренно вообще. Ну, максимально охеренно. И там, типа, из 25 этапов каждый китаец там делает просто свою задачу, и он это делает очень хорошо. Вот. Наши планы конкретно, то есть, ну, это… Ну, сейчас у нас то, что есть, это сборочное производство в Китае. Сейчас мы привлекаем инвестиции под строительство завода в Индонезии при поддержке правительства Индонезии. То есть мы будем в Джакарте строить завод электробайков. Вот. По инвестициям у нас планы привлечь 100 миллионов долларов в течение двух лет. Ну, и, в принципе, развитие очень простое. То есть это магазины масштабирования по всему миру. То есть мы открываем магазины по нашей концепции с монотоваром. То, что мы протестировали, у нас воронка. То есть, ну, лендинг-заявка, она работает… Ну, в принципе, мы перетянули просто через translate land, и мы поняли, что у нас это работает, ну, типа, вообще в другой стране мира, в Индонезии, и цена лида значительно дешевле. То есть, ну, типа, мы понимаем, что, скорее всего, у нас это будет работать в других странах. Сейчас мы еще три страны протестируем, и мы будем понимать точно, что у нас, типа, есть ядерная бизнес-модель, которая позволяет за год купить бабки, ну, типа, в товарной ниши. То есть ты не просто… То есть, ты вкладываешь деньги, у тебя есть товар, и, ну, типа, с точки зрения рисков, это не ресторан. То есть, ну, типа, когда ты ресторан открываешь, да, у тебя там есть вероятность того, что ремонт, ну, типа, трафик не пошел, ты в ремонт вложил деньги, но по факту у тебя есть вероятность того, что, ну, там, трафика не будет, там, клиенты, не будет довольны, да, и так далее. То есть это товарный бизнес. То есть есть заявка, ты понимаешь, как ее масштабировать, ты можешь ее отправить, ты можешь запустить фулфилмент, фулфилмент работает в любой стране мира. Сейчас, ну, это, типа, ты просто привозишь на склад, они тебе всю логистику решают, бабки возвращают, ну, то есть ты отправки делаешь по всей стране. Вот сейчас так работает в Индонезии. Вот, ну, наши планы 500 магазинов, потом 2000 магазинов по всему миру. Ну, по населению Индонезии, Дубай и Индонезия почему? Потому что Дубай, для меня конкретно, Дубай – это эталон, да, то есть, ну, там, как бы, нужно соответствовать, то есть нужно давать уровень, потому что там постоянно очень жесткая конкуренция, то есть, ну, вот, чтобы вы понимали, я приезжал буквально, наверное, сколько, месяцев 8 назад, было всего лишь два магазина по электробайкам. Сейчас там около 10 магазинов. Ну, типа, мы все равно очень конкурентоспособны, потому что есть, ну, у меня с 18 лет компетенция, типа, я отслеживал мопеды и понимаю, как вообще рынок развивается, и понимаю, чего не хватает, ну, типа, вообще в рынке, там, мототехнике. Вот, ну, типа, сам факт в том, что очень конкурентный рынок, и если ты на Дубае выстреливаешь, то ты, ну, скорее всего, во всем мире выстрелишь. Вот, Индонезия тоже, ну, типа, про рынок уже все рассказали, там кто-то 260 миллионов, кто-то 270 миллионов и так далее, то есть, ну, типа, очень большой рынок, топ-3 вообще рынок в мототехнике, в велосипедах в мире, ну, типа, если вообще брать, это самый, наверное, интересный рынок, потому что в Китае оно максимально, там, конкурентный, в Индии там тоже есть свои нюансы определенные, то есть, ну, там есть бренды тоже, ну, и так борются. Здесь, ну, типа, очень важный фактор для всех вообще, кто хочет запускаться в Индонезии, любой товарный бизнес здесь очень сильно почитается Made in Indonesia. То есть, если вы хотите запустить какой-то товарный бизнес, то здесь нужно сразу встретиться в сторону производства. То есть, пошлиные, ну, можете попробовать себе купить машину, и вы поймете все. То есть, 200-300 процентов идет наценка на машину. Ну, то есть, чтобы вы понимали, Lambo, которая там стоит, ну, не знаю, там, в RF, например, там, 1200, там, Aventador, она здесь стоит миллион долларов, ну, просто из-за DAX. Ну, типа, вот. И это очень важный фактор, то есть, понимать, что, когда ты запускаешь бизнес производственный, к тебе, во-первых, более лояльно относится Индонезия. И, ну, типа, здесь как бы есть там поощрение определенное, да, там, с точки зрения правительства, если ты какие-то делаешь влияния там на, ну, соответственно, экономику страны. Вот. Но важно понимать тоже про партнерство. Без партнера, ну, типа, ничего не запустишь. Тут очень многие ниши, они просто консолидированы, и ты, если нет Индонезия партнера, то ты, ну, как бы можешь покурить где-то в курилке. Вот. В мире ситуация по байкам и великам. Велосипеды. Велосипеды. Сколько? 157 миллионов, получается? Да. Мототехника 44 миллиона. И, в принципе, статистика продаж годовых мототехники, ну, с великами, она 80 миллиардов. Вообще интересно это слушать все. Ну, серьезно. Да я вижу, вы спите. Чего вы обманываете? Реально. Я уже вижу такие, блядь, заканчивая. У нас осталась одна минута. Все, окей, я понял, хорошо. Рынок велосипедов с 2015-го до 2015-го вырос в 7 раз. Короче. В общем, о, все, последний слайд. Вообще кайф. Короче, смотрите, моя рекомендация. Кто хочет вообще... Кто, в принципе... Типа, у меня занеслось случайно в Индонезию. Я, короче, сюда попал. Я вообще летел изначально в Китай. И, короче, перед ковидом застрял здесь. И два с половиной года уже здесь. У меня там уже две собаки, два кота, сейчас свадьба 5 июня. И, короче, много там всяких вот таких моментов, которые, ну, я типа не планировал. Ну, вообще, в принципе, Индонезия, ну, вот то, что я сейчас вижу, это, ну, типа, 2000... 2000, говорю, блин, 1960-й год СНГ в плане маркетинга. Это прикольно. То есть это очень прикольно. То есть, ну, здесь очень многие ниши просто открыты. Ты можешь заходить и, в принципе, заниматься. Заниматься и зарабатывать бабки, короче. Ну, то есть, ну, опять же, при соблюдении очень важных моментов это законодательные базы, работая, ну, находя себе партнеров. Тоже есть там определенная специфика. Это, ну, я думаю, наверное, сейчас еще будут выступать люди, уже кто-то что-то рассказал, да, то есть, ну, еще будут рассказывать, насколько важно находить себе тут правильного партнера, потому что, ну, тоже, типа, на партнерстве можно тоже обжигаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова